ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые маскируют каким-либо образом, например, заклеивают номера своих автомобилей. Согласно документа, такие машины должны перемещаться на штрафстоянку, а их владельцы штрафоваться на 2500 рублей. В Москве и Питере на 5000. Свою инициативу ее авторы обосновывают тем, что в авто со скрытыми регистрационными знаками могут находиться террористы. ТРАССА СТО ОДИН В Федеральном министерстве транспорта наконец-то узнали, что дальнобойщики, не желающие платить за движение по федеральным трассам, устремляются на дороги регионального значения и убивают их. Об этом главе ведомства Максиму Соколову доложили депутаты. Министр заявил в ответ, что данную проблему необходимо решать совместно с руководством субъектов и исключительно законными методами. За чрезмерную нагрузку на региональные трассы Соколов, водители большегрузов, предложил штрафовать. ТРАССА СТО ОДИН Автоваз сообщил о том, что в интернете появились страницы, весьма похожие на официальный сайт Тольяттинского завода. На них пользователям предлагается поучаствовать в неких лотереях с призами в виде автомобилей «Лада». Предприятие предупреждает – это мошенничество – и советует его жертвам обращаться в полицию. ТРАССА СТО ОДИН Автомобилисты активно пользуются возможностью оформления полиса автогражданки через интернет. В этом уверяет Российский Союз автостраховщиков. По его данным, с 1 января по 21 марта 2017 было приобретено около 630 тысяч электронных полисов ОСАГО, тогда как за период с июля 2015 по конец 2016 года их было 390 тысяч. По убеждению РСА, такой вариант получения страховки особенно выгоден жителям регионов, где ее обычную версию достать сложно. В России почти на треть упал спрос на авто китайского производства, несмотря на то, что они остаются одними из самых доступных по стоимости. Лидер продаж – LeFan. Самая дешевая в его линейке машина – минимум 369 тысяч 900 рублей – хэтчбэк «Смайли». На втором месте – «Черри», который представлен у нас кроссоверами «Тига-3» и «Тига-5». По начальной цене – 679 тысяч и 850 тысяч рублей, соответственно. Третья позиция у «Джили». Стоимость авто этой марки начинается от 419 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова